Еще что-то хотите сказать? Да, конечно, скажите. Ваш честь. Мне немножко, конечно, обидно, что у нас сторона защиты вот так вот разделилась во мнениях. Но первое, на что хотелось бы отметить внимание, что вполне себе конкретные доводы, обосновывающие отвод, но и были заявлены, это игнорирование председательствующим именно моих доводов, которые я излагал в ходатайстве о возвращении уголовного дела прокурору. К сожалению, коллег это устраивает, что мои доводы игнорируют. Меня это, Ваша честь, не устраивает, безусловно. И я указал на конкретные нарушения в ответ прокурору, что именно статья 7 в части мотивированности судебного акта была председательствующим нарушена. И вполне себе, на мой взгляд, осознанно нарушена. Это не мои голословные утверждения предположения, а это мое утверждение, которое подтверждается заключением ученого-лингвиста, которое, я думаю, не хуже нас с вами, понимая значение русских слов и выражений. И он проанализировал текст, во-первых, постановления, вынесенного судьей. Во-вторых, Ваша честь, ну, а мы вынуждены заявлять отвод по одной простой причине. Вот всем хочется исследовать обвинительное заключение, и только после этого перейти к анализу его содержания. Но я вам напомню, что огрехи обвинительного заключения рассматриваются судом на состоянии предварительного слушания. А вот если мы перейдем к оглашению обвинительного заключения, то мы уже признаем, что там никаких огрехов нет, и никакие требования статьи 220 Уголовно-процентрального кодекса Российской Федерации допущены не были. И до сегодняшнего дня, я вам открыто заявляю, «Моя подзащитная не получила государственных гарантий, предусмотренных конвенционной нормой». Под пунктом 3 статьи 6 Конвенции. Право незамедлительно быть уведомленной о характере и основаниях предъявленного обвинения. И об этом вам сказали два ученых-лингвиста. А мы сейчас черное переворачиваем, вернее белое переворачиваем и называем его черным. Мы говорим, что дворяк хочет затянуть процесс. Да я хочу, чтобы закон исполнялся. Я хочу, чтобы обвинительное заключение привели в соответствие в части обвинения моей подзащитной. И объяснили мне и моей подзащитной, какие ее действия соотносятся с теми обвинительными утверждениями, которыми изобилует обвинительное заключение. Извините, коллеги, если вам показалось, что я это делаю для того, чтобы просто затянуть процесс. У меня все.